Для них, святый, нам день настал Христос воскресе Вот этим радостным пасхальным приветствием Крестьяне приветствуют друг друга уже две тысячи лет Они делятся радостью о воскресении Христовым Потому что воскресение Христово – это фундамент нашей веры Здесь раскрывается весь смысл нашей жизни Апостол Павел пишет в своих посланиях, что если Христос не воскрес, то и тщетна вера наша Все бессмыслится Если нравственный закон, как говорится, закон жизни Все это обмирает, если Христос не воскрес А Господь воскрес и своей смертью победил нашу смерть Бессмертный входит в область смерти И разрушает смерть изнутри Объяснить это невозможно Это Бог, это любовь, это свет И вот человек становится сопричастником вот этого божественного света Божественной вечности, божественной радости, божественного торжества Вот у человека это образ живого Бога И Господь, как Бог и человек, первый входит на небеса и открывает дверь для человека Изверг каждый из нас может войти в эту дверь божественной вечности И для христиан не существует смерти Они смерть называют сном И в одном из гимнов пасхальных апостол Павел восклицает Восстань спящий, воскресни из мертвых и освети тебе Христос И вот начиная с дня Великой Субботы И все пасхальный период церковь призывает нас очнуться от сна Стрепенуться духом, душой и сердцем воскреснуть Для того, чтобы быть со Христом Поэтому вот эти пасхальные радостные дни напомнят нам о торжестве правды Божьей О том, что зло не всесильно И вселит в нас надежду И, как говорится, цель Идти вот этим светлым евангельским путем Радости вам и семейной, и личной Здравия душевного и телесного И помощи Божией во всех ваших делах Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Ясны, як солнца мельян мир Посланник Божий был моим О, светлый ангел был снегрес Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! Уся истинно воскресе! Нагадаем сёння некоторые падеи Великого Поста, что отбылись у Городенской епархии 26-го Красавика 2016 года Спауниласья 30 год с дня авары на Чарнобыльской АЭС С гэтой нагоды у Свято-Покровским кафедральным соборы города Гродно Посля литургии ранее свяченных даров Настоятели духовенства собора Отслужили молебен за Беларусь Мы ведаем, что не только те люди стали ахвярами этой катастрофы Якие жили поблизу от Чарнобыльской атомной станции Але гэта забруджанне, яно в большей, цем меньшей ступене расповсюдзелася на всю нашу Украину И мы ведаем, что много людей, які захварели на тяжкие онкологичные захворывания, іншые захворывания Які булі выпіканы мінавіта гэтым негативным, шкодным уплывам радіацій І сёння мы адчуваєм сваім святым обовязкам помаліться за Беларусь, за нашу Украину, за наш народ В історії кожного народу є дати радостні, які напомінають о добрих плодах жизни народу, його трудах А є дати скорбні, і вот сьогодні 30 років з дня Чарнобыльської трагедії І, конечно, в цей день помаліться Богу о дарованні спасення, дарованні благодати Божій білорусскому народу О том, щоб избавити в дальнійшій його житті, судьбі, от таких испытаний, потрясений Ну і, конечно, напомінання кожному чоловіку о том, що це пребування нашим в мире Оно всегда должно быть осознанно як служення добру, служення ближнему своєму, через це служення і Богу також І вот переносити ці тяготі, які бувають, які бувають, зложності, іспытання, катаклизми, які відбуваються Ну і не в общем-то в кожному народі бувають, але вот сьогодні ми виспомінаємо якраз то, що збувається і в Україні, і в Росії, але пострадала більше всього наша земля І, конечно, тут дуже важливо в цей день бути в єдиненній, в молитвенній, в тому числе єдиненній І не забувається о том, що якщо які-то іспытання в будущому з нами случаться, вони вполне возможні, щоб ми були в цьому єдинстві Чувствували підіршку друг друга, щоб нас объєдняло і відповідність за нашу страну, за кожного челавіка І, конечно, Бог нам в цьому цьому співняти і благоставляє. В цьому суть – ісполення волі Божої, заповедів Божої 26-го красавика 1986-го года у 1-1-23 хвилины по киевским часе Выбух на 4-м энергоблоку ЧАЭС целком разбурил реактор Суммарная радиация изотопов, выкинутых у поветра, склала 50 миллионов кюры Что у 30-40 разов больше, чем при выбуху бомбы в Хиросиме у 1945-м годе Забручживанию наибольшь подверглись территории Украины, России и Беларуси 3 апреля 2016 года в неделю третью Великого Поста Крестопоклонную Секретарь Гродненской епархии Митрофорный протеерей Анатолий Нинартович В сослужении настоятелей гродненских приходов совершил закладку храма в микрорайоне Барановичи И святаго духа, аминь Сегодня совершится освящение закладки храма в честь августовской иконы Божьей Матери Эта икона явилась в Первую мировую войну как защитница наших земель и как охранительница нашего народа Дорогие братья и сестры Вот сегодня такой прекрасный день Неделя Крестопоклонная На самом деле радостное сегодня совершается событие Особенно радостное для тех людей, которые живут в этом микрорайоне Но я думаю, что эту радость разделяют верующие всех наших приходов Я сегодня вот вижу как раз таки представителей самых разных приходов Не только отцов-настоятелей, но самое главное наших верующих На самом деле, я думаю, что каждый из нас должен быть рад, что мы присутствуем и живем в те времена, когда храмы строятся Наверное, еще многие из вас застали те времена, когда храмы закрывались и даже разрушались И это была скорбь, трагедия и печаль как людей, так и всего нашего Отечества О ежетруждающимся делателям благопоспешства во всем подати И делорух их исправить и совершение силою Действом и благодати Пресвятого Духа спешно произвести Господу помолим вас Господи помилуй О ежетруждающимся делателям благопоспешства Со всяким довольством, силой и действом И благодати Пресвятого Духа подати Господу помолим вас Господи помилуй О ежетруждающимся делателям его ангела своего хранителя Ежетруждающимся делателям благопоспешно отразить все сопротивные наветы Видимых и невидимых врагов И во всем благопоспешства К сооружению же мудрости К совершению силу Сило и действом и благодати Пресвятого Духа подати Господу помолим вас Господи помилуй О ежи избавитесь от во всякие скорби, гневы и нужды Господу помолим вас Господи помилуй Оступи и спаси помилуй И сохрани нас, Боже, Твоей благодатью Господи помилуй Сейчас идет Великий пост Время благодатное Время, когда мы очищаем свои души Очищаем свои души воздержанием, добрыми делами Очищаем свои души любовью к ближнему, любовью к Богу И очень хорошо, что именно в этот Великий пост и осуществляется это освящение закладки храма Конечно же пост оканчивается великим праздником, праздником Пасхи И надеемся, что с Божьей помощью, молитвами всех наших прихожан эта стройка будет идти успешно Дай Бог, чтобы в этом году мы многое сделали и уже к зиме, ну где-то хотя бы под крышу мы пошли Ну и Божьей помощи всем верующим, Божьей помощи всем христианам, всем жертвователям, которые жертвовали на наш храм Потому что многие люди, не только наши прихожане, не только с Баранович, но и с города многие люди жертвовали, некоторые много Хочется сказать им большое спасибо, спасибо Господи за вашу жертву Пусть ваша жертва станет копилочкой в Царстве Божьем Пусть Господь увидит ваше доброе сердце и откликнется на него благодатью Божией Храни всех Бог и Божьей помощи Про это место в нашем городе можно сказать, что если стена еще и крыша не построена, то церковь уже состоялась, потому что есть община Марина Волочкова, Центр защиты жизни и семьи, известный наш гродненский пролайфер Именно здесь уже, наверное, 5 лет или больше уже, Марина, как становилась община? Каждое воскресенье, несмотря на жару, мороз? Да, вот в этом году будет уже шестое вербное воскресенье, когда мы собираемся на этом месте и молимся о том, чтобы на этом месте был храм Каждое воскресенье люди, несмотря на то, что и мороз минус 20, и жара плюс 30, да, никого не останавливает Люди всегда собираются на этом месте и возносят свои молитвы о том, чтобы храм был Что пожелаем приходу? Чтобы уже в следующий раз, когда мы все вместе тут собрались, да, чтобы это было освящение храма и чтобы там состоялась литургия Ну давайте не завтра, а через недельку А, к 14 сентября, да, когда День памяти иконы нашей Августовской, да, в честь Августовской иконы Божьей Матери Христос воскресенье Идите, дайте знать о ком усилия робучаников Радостную ангельскую месть Христос воскресенье Христос воскресенье Христос воскресенье В эти пасхальные дни православная церковь празднует торжество жизни над смертью Господь распятый, униженный, был погребен, снишел в ад и разрушил силы ада И через это мы знаем, что нету смерти, а есть жизнь вечная И праздник Радоницы это как раз таки продолжение пасхальных праздников На девятый день по традиции православные христианы идут на кладбище Для того, чтобы похристосоваться своими родными и близкими по христианскому обычаю В этот день мы традиционно посещаем с утра храм Подаем записки По мере возможности сами стараемся приобщиться к чистым телам и крови Христовой И затем традиция есть отправляться на кладбище К этому времени обычно на могилках мы наводим порядок И вот день Радоницы Мы приходим для того, чтобы похристосоваться со своими родными и близкими Ибо нету смерти, есть жизнь вечная И мы этим и утверждаем И в самом названии Радоницы есть два корня Это радость и безусловно род То есть мы приходим к своим родным и близким разделить вот эту радость Радость отсутствия смерти И в это время нету места нашему унынию Нету места скорби Ибо мы расстаемся на совсем недолгое время И скоро должны все объединиться Место погребения православного христианина Это то место, где он по нашей вере По учению церкви Воскреснет во второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа Поэтому мы должны относиться к месту погребения С должным вниманием и почитанием Могила христианина должна находиться в чистоте, в порядке В эти поминальные дни, конечно, ни в коем случае не следует Устраивать какие-то трапезы Особенно если они сопровождаются винопитием Ибо это как раз таки и противоречит учению церкви Как я уже говорил, традиция православная Это прежде всего молитва И мы с молитвой приходим на могилку Можно поставить поминальную свечечку Конечно, надо прочитать молитвочку Окропить по мере возможности освященной водой Вот место погребения наших родных и близких И поприветствоваться с ними пасхальным приветствием Христос Воскресе Христос Воскресе Христос Воскресе Христос Воскресе Ясный, как солнцем, мерян, мир Послание Божий был дали О, светлый ангел, мир взгляд мёрз Христос Воскресе Христос Воскресе Христос Воскресе Идите, дайте знать о том, усилия Бог ученикам, Радостно ангельскую месть, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Христос воскрес, Христос воскрес. Субтитры создавал DimaTorzok